Олег Сафонов отметил, что руководство страны приветствует факт увеличения потока иностранных туристов, в том числе на курортах Краснодарского края. И главное, что регион, и в частности Сочи, готов к приему отдыхающих из-за границы. Курорт мирового уровня, подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму, по качеству обслуживания во многом превышает известные мировые курорты. Мы неоднократно говорили о том, что, конечно же, Анатолий Николаевич был бы хорошо клонировать его распределить по территории нашей страны. Но опыт Сочи, опыт Краснодарского края мы призываем использовать, конечно же, в интересах развития экономики, социальной сферы Российской Федерации. Сегодня, кстати, мы говорили о том, каким образом и как вести работу и привлекать в Сочи, в частности, японских туристов. Поэтому эта работа ведется, мы очень заинтересованы в увеличении вездного потока иностранных туристов. Мы сделаем все, чтобы действительно как можно больше иностранцев приезжало в город Сочи, в целом, в Краснодарский край. Работает над увеличением въездного туризма и сам регион, добавил губернатор Краснодарского края. Реклама, регулярное транспортное сообщение – все эти вопросы решаются. Но присоединиться к работе необходимо и санаторно-курортному бизнесу, который, в отличие от тех же туроператоров, занимает пассивную позицию, говорит Кондратьев. Мы не говорили, что падает у кого-то там поток туристов, отдыхающих. Я думаю, что, если бы он падал, они были более активны, они даже были более агрессивны. В общем, вопрос. Они должны быть первыми, которые будут звать туроператоров. Они должны создавать условия и для отдыхающих, и для туроператоров. Они должны готовить определенные бонусы для туроператоров за то, что они тоже приведут им туристов. И мы должны вместе, я уже сказал, только вместе, и российского туриста, и сохранить, и отдыхающего, и приумножить. Ну а иностранного – это огромный труд, но он тоже совместный. Затронули журналисты вопрос безопасности в крае, который посчитали самым актуальным на фоне непростых геополитических событий. Слава Богу, что Россия и курорты Краснодарского края – самая безопасная часть сегодня места на всей нашей планете. Первый показатель – это международные форумы, которые проходят в Сочи на высочайшем уровне. И вы сами были этому светили. Их очень много проходит. Даже самые крупные форумы молодежи студентов, Кубок конфедерации, футбол. То есть это различные саммиты, это грандиозные мероприятия с огромным количеством людей, с огромным. Форума молодежи студентов – более 6 тысяч человек здесь находилось в данный момент. И даже элементы, какой-либо угрозы проведения ни одного мероприятия, естественно, не было. Это то, что даже нам не нужно себя рекламировать. Здесь ситуация, и вот, говорит сама на себе. То, что Сочи – самый безопасный город страны, признали и россияне. Данные соцопроса привел глава города Анатолий Пахомов. Я подтвержу, что на самом деле в крае беспрецедентная работа проводится. У нас есть казачество. Вот пляжные территории, я просто похворюсь, в этом году на пляжных территориях у нас не было ни одного права нарушения. Я не говорю о преступлении. И только благодаря тому, что по инициативе губернатора дополнительно техническим средствам, полторы тысячи камер, которые смотрят за этим всем богатством, вы еще физические люди, казаки в форме, которые кроме насуточно осуществляли данный контор. Ну, результат сам очевиден. Поэтому еще раз подтверждаем, что мы действительно самыми безопасными регионами. Интерес журналисты проявили и к вопросу использования, в том числе в Краснодарском крае, высоких технологических решений. Речь идет о криптовалюте и системе блокчейна. Олег Сафонов отметил, что цифровая экономика в стране стремительно развивается и скоро в России появится такая новая государственная информационная система, как электронная путевка. Что же касается непосредственно Сочи, то здесь, подчеркнул Пахомов, уже летом будет внедрена программа «Умный город». Проект, который еще называют электронным сообществом, призван повысить качество жизни горожан и гостей курорта за счет использования современных информационных технологий.